Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Харство Небесное. Вот эти слова знают все. И они по-славянски так же звучат. И тут и толковать нечего. А однако толкуется. У православных как? Крестить надо? То есть помочить голову. У сектантов как? Чтобы разрешили приводить собрание, раньше запрещали. Такое было инструктивное письмо у баптистов. А еще глубже, что такое? В первую очередь разобрать надо. Реально, пустить детей. Да и так понятно, дети здесь. Сейчас бы мы вынесли закон с детьми, сюда не приходите больше. Как бы вы это восприняли? А ведь это так выглядело тогда. Почему? Ну в первую очередь дети обрезанные. Дети воцерковленные по-такдашнему. Чего им? Им играть надо, бегать, прыгать. Они разные игры устраивают. И ученики видели, что ребенок отвлекает родителей. Не только они кричат, шумят, но они родителей отвлекают. Вот заметьте, где жена не поправляется. Мужа все время отвлекает. Ей может спеть надо здесь. Под разными причинами. И дома та же самая история. Столько внимания на детей. Тебе хорошо говорить, у тебя нет, но у нас в семье было 10 детей. И я рос как один из ребятишек. И мы не можем сегодня припомнить, как бы на нас специально потрачено было хотя бы одна минута родителями. Чтобы они сели, нам уроки делали. Они вдвоем с отцом полкласса не кончили. Чего же они покажутся? Они не знали. Учить молиться? Мы тоже этого не знали. Как это учить? Да отец был и против. Он не хотел. Он хотел, чтобы как коммунистом был. А тут пустите детей. Для учеников это было неожиданно. Они-то ведь думали, что не допускали делать правильно. Они же дети природы были. Они понимали, Христос пришел. Но не каждый день учить, с этой местности ему уйдем. А тут дети. Все время родители отвлекаются. Это и так понятно. А оказывается, сегодня исследуют и говорят, что в детях на другом уровне, чем у людей. Не мозгами соображают они. Я тогда сейчас поминаю. Помню, утром спишь. А мама встанет и молится. И вот этот ее речитатив, он во сне на каком-то уровне. И так не хватает. Она сегодня не успела помолиться, побежала с каретом или проспала. Я чувствую, хожу, что-то не хватает. Я теперь себя исследую. И говорю, ученые правильно говорят. На другом уровне это идет. Там многоуровневая система в человеке. Одна мозгами, это мы понимаем. Другая по наитию, по догадке. А третья решила языки изучать. Наушники надеть, иностранный язык слушать. И во сне изучишь язык. Сегодня много разных способов, когда пытаются понять, что такое человек. Самая большая тайна, и в 21 веке это сам человек. Это так и пишут. Вот сегодня начинают исследовать. Самый главный вопрос в России сегодня, называют демографическая проблема. Не мои слова, не люблю это слово, повторяю, проблема. Город Новосибирск. Рядом на что-то. Вышла сейчас книга профессора, исследуют эту демографическую ситуацию. Только за последние 15 лет Новосибирск уменьшился на 111 тысяч человек. И превышение смертности над рождаемостью. И они выяснили разные причины. Почему? В первую очередь, 36% детей, первых детей, рождаются вне брака. Я не говорю венщины, просто незарегистрированные. А почему? Одна из причин. Уверенности у тех, которые имеют связь родить ребенка, что ее сожительный муж не бросит, ни у кого никакой нет. Почему? Да потому что он неверующий, он на уровне животного. И он все знает, тем расплевает себя. Он знает, как животное. Животное-то не отвечает. Спроси у кошки, от кого она принесла. Она не скажет. И это не может сказать, даже отца не может назвать. Потому что запуталась вся самая жизнь. Теперь, а как же тогда на Западе и начинает во Франции? Действительно население не вмешано. За счет чего? За счет мусульман. Почему? А у них ребятишек много. И говорят, что если такими темпами будут иммигранты у них поселяться, они так и будут, а там льготный режим для матерей, то через 100 лет во Франции французов будет только 3%. Приезжают в Грецию у нас и говорят, греков в стране всего 15%. Я даже не поверил. Может, какая-то ошибка. Ничего не ошибка. Мы даже не знаем, сколько у нас сегодня настоящих русских, которые... А впустите детей, а их не выпустили из утроба еще. То вот об этом теперь и подумают. И дальше пишут. А одна из причин того, что открыли железный занавес, и баптисты стали уезжать. Прямо в газете пишут. Баптисты. И потеряются в Америку. И Америка за счет баптистов поправила это положение, и у них сегодня это не стоит. Почему меньше 6 детей нет? У 6, 8, 15. Баптиста-то выпустили. И оказывается, мы говорим многое неверующих верующих. Бог выравнивает. Неверующих в семьях алкаши, пьяница умирает. А верующая плодится, она приходит, двери отсудит. Пятерых запускает впереди себя. Почему? О благословении. Китай благословенная страна только из-за того, что она многочисленная. Это благословение. Это так и надо понимать. И ты благословишься, и дальше понимаешь. Надо научиться в молитве выражать, вот о чем я говорил, какой дух, и дальше об этой молитве. Вот венчает человека. И батюшка читает молитву над человеком. Господи Боже наш, и как ты благословил Авраама, Сару, дальше начинается Ревеху, как Рахиль, да будет многощадная коллегия. Надо научиться молиться по Библии. И весь вопрос. Уже решился, пустите детей. Куда пустите? Ко Христу. Не в храм только. А ко Христу, это значит и дома, и ночью, и в школе. Православные сегодня лбы расколачивают. Основу православной культуры. Поворот. Везде патриарш выступает. Книга. Основу православной культуры. Надо в школу вести. Сектанты против. Мусульмане говорят, мы тогда основы мусульманской культуры. О чем разговор идет? Почему об этом не бьются сектанты вводить в свою культуру? Они ее вводят. Тем, что учат детей. И какие бы законы ни выставляли против так называемых свидетелей и иеговы, они свое дело делают. И у них вопрос не стоит ни с детьми, ни с чем, как у мусульман. Они законы эти не ищут. А православная культуры шагу не может шагнуть. Это старая зараза царская приплыла сюда. Все время жмутся к властям. Власти дайте, выходят, дайте. Сейчас пишут. Выходит первый раз. Первая встреча религиозных деятелей, местный епископ. И сразу же обращается к главе администрации края и просит. Дайте нам, помогите. И сектанты сегодня эту тему рассматривают со всех сторон. А следующий за ним выходит старший пресс-фитер ваптистов. И говорит, мы понимаем государство в заслужительном положении. И мы ничего не просим. Смотрите, как он выиграл сразу. А мы ничего не просим. Мы просим только одно. Мы тоже просим. Самая главная просьба, не мешайте нам. Не лезьте к нам, сами разберемся. Как потеряйте было. Чем мы важным помочь? Он освещает. Мы говорим, только не мешайте. Он говорит, обещаю. Мы поблагодарили его. И теперь он вспоминает. Нам мешать только не надо. С нами Христос. И вы нам не поможете. И в утренней молитве говорится, чтобы я не прибегал к помощи дьявола. А через них они такое населят, и чему не рады больше. Храмы, которые строят, они их обратно заберут. Потому что они наполовину больше, но их деньги построены. Первая книга Ездры, 10 глава, 3 стих. Когда увидели, что незаконно рожденные в Израиле дети, нечистопородные евреи, то было приказано отпустить всех жен и детей и добудет по закону. Нам нужно заботиться о том, чтобы было бы закон. А у меня дети не венчанные. Мы не венчании делаем, а совсем. Венчание это важное дело, но только для верующих. Для неверующих, то какое венчание? А сегодня все. А мы решили совершить обряд венчания. А у нас дочка обряд венчания совершила. Ну и как? Не пожилой счет, а бабушка вот почему-то жила. Друга со своим мужем, дедом. Главное совершить надо. Люди не понимают, за что цепляться. Ведь если вы сейчас исследовать начали, приезжает пара, церковь ходит. Сразу преграда. Так, вы малые дети еще. Вы не знаете, что вы делаете сейчас. Если разводиться, то нельзя будет, вы повенчаетесь. А дальше ты, как вчера жил, исполнял посты. Легко проверить православность. Нет, знаете, давайте христианами, когда встанете, приходите. Мы вас обязательно повенчаем. А сейчас пока приходите на занятия, в университет или где-то. Ничего этого нет. Почему? Так, касты вы заплатили? Чек? Пустите детей ко Христу. Ни в касте, ни в попу. Такие простые, ясные. Господь говорит, не препятствуйте ко мне приходить. А их там уже бы апостолы стали бы деньги брать, учить, венчать. Не это надо. Чтобы Господь возложил на них руки. А под рукой у Христа ты куда попало не уйдешь. Ты получишь от него просветление мозгов, потому что на голове руки. Исайя 65, 23. И тогда вы не будете рождать ей на горе. Вот когда правильно это будете делать? А так родился на великую муку, потому что женился на скорую руку. Сирахов, 4, 6. Благословение отца утверждает, да мы детей. А клятва матери разрушает дом до основания. То есть понятно. А почему мать? Проклятие матери. Везде ругается матерна. Матерна не говорят по-отцовски или как-то. А именно матерна. Значит, мать у него в плохом положении находится. Благословения от матери нет и до основания домы разрушены. Когда думаешь, как это все-таки сходится. Разрушены. Домов-то никаких нет. Кому ушел, где живет, где дети, неполные семьи, мать-одиночка. Эти слов вообще нет в Библии. Никто эти слова даже и не знал. Это все плоды безбожия. Потому что детей они пустили ко Христу. Из них получились взрослые дядьки, тетки, которые Бога не знают. Сегодня я повторяю, самые опасные для подрастающего поколения бабы. Бабушки, не так дедушки. Дедушек-то мало. Они запились, побили их. А вот бабки-то живут дольше намного. И они уж этих внучек своих заблокировали намертво. К Библии-то ни одна не приведет. Я даже не встречал еще такого. Постаравляться, хоть по лесовке научат молиться. Даже этого не научили. Совершенно ничего дети не знают. А у нас бабушка верующая. А что ты знаешь? Сразу остановка. Ничего не знает. А что баба? Ну она баба такая хорошая. Ну баба все, пенсию отдает. Она помогает. Она баба на трех работах работает. Она помогает им хорошо. Шоколадные дети растут. Серахов 8.25. Есть у тебя сональя? Учи их. И с юности нагибай шею их. Нагибай это усилие. Это насилие. Научитесь строго воспитывать детей. Серахов говорит. От самой юности. И особенно взыскивай. Не просто мне не нравится. А подведи его и скажи. Вот это знаковый Божий. Бог тебя очень и очень строго взыщет на суде Божьем. Я обязан тебя наказать. Я обязан. А ребенок не слушается. Я вам не верю. Ваши дети, когда приезжают к нам в лагерь, они слушаются. У меня нынче какой ребенок был? Убежал из лагеря. Кому? К своим. Да благо, что кому он убежал, у кого он на квартире был. Привел его обратно. Привезли на машине. А дальше наказание. Весь в лагерь участвовал. Воспитание его. И он сам тогда стал просить. Помолитесь за меня. Мне легче стало. Ребенок натурально бесноватый. А почему? Родителей почти нет. Отца был здесь исключенный из церкви. А мать увидишь с пятого на десято. Тут и спрашивать нечего. Меня никто не убедит, что там стоят очень раны и молятся. Компьютерные игры. Больше чем водки. Бойтесь этого. Детей приучайте к целомудрию. Не сохранит он девственность, мальчик или девочка. Вам не справится с ним. Он никогда не сможет смотреть нормальным взглядом на женщину. Это блудник с малых лет. Вселите в них страх Божий. Страх Божий привейте ему на основание Слова Божьего. Пустите детей ко мне. А где? Господь является каждый день нам через Слово Свое. Серахов 31.3. И кто учит сына своего, тот возбуждает зависть во врагах. Каким образом? То, что он знает Слово Божие. Ребенок, который может защитить свою веру. Я всегда восхищался мужеством сектантских детей, которых власти в школе не могли переломить. В советское время, представьте, ни в одну субботу дети субботников не годили. С родителями ничего так и не говорили. Не положен этот день покоя. А программу он возьмет, он выполнит. Все учатся, дети хорошо. Все. В Москве очень многие, я только знаю, какие детей, вообще не стали пускать в школу. Дома по полной программе учат их. Они потом идут экзамен, дают общую образовательную школу. Я здесь в городе никого не знаю, как детей воспитывать. А вот в деревне-то у нас, наблюдая, детьми своими очень мало кто занимается. Стас спрашивает утром, молитесь вместе, он ответить не может. Когда читали Библию, ребенок не может. Я начинаю, ну вчера читали, нет. Позавчера. За неделю, ни разу. И чего спрашивают, какие эти дети? Совершенно не занимаются, главное накормить. А нам детьми заниматься некогда. Это прямо мне мать сказала, некуда. Зачать у тебя было время, родить было время, декретный отпуск провела, не работала. А воспитывать тебе ребенка некогда. Да ты в лагерь отдай хотя бы на лето. Дети растут как будто в неверующих семьях. Случайно с ними встретишься, начинаешь молиться. Я в них буквально за один час открываю, родителям говорю, и они даже этого не видели. В ребенке столько нераскрытых талантов, столько доброты в нем. А у него только дурные наклонности. На улице встречу. А о чем вы сейчас идя разговариваете между собой? Один под метр семьдесят, а ребенок другой метр. И они между собой дружат. Во что свело? А вот о чем вы разговариваете? Они не могут сказать. Стал испытывать. За год одну книжку не прочитали. Ни тот, ни другой. Один хоть маленько прочитал что-то. Из жены Буньяна. В путешествии пилигрима полкнижки. Даши не осилил. Детьми не занимаются. А написано трудись. Неспасенный ребенок потянет человека не на небо. Старозаконие 8.5 Что Господь, Бог, учит тебя. Помни об этом. И Господь учит тебя так, как Отец учит своего сына. Вот так нас учит Господь. А если к нам применить, то выходит действительно так. Мы не учим детей. И Бог нас не учит из слова своего. Опять сошлось. Чтобы нам оправдаться перед Богом, надо учить. И тогда в молитве сказать, Господи, как я учу сына, так ты меня учи. Можете вы мне так сказать? Учи меня каждый день. Наказывай меня, когда я отклоняюсь. Это надо ввести в молитву. Я вас всех призываю к домашней творчеству в молитве. Второзаконие. 11 глава 19. И учите сыновей твоих, говоря. Когда ты садишься, находишься в доме твоем, сидишь, и когда идешь дорогою, и когда ложишься спать, сидишь за столом. Везде перечисляется. Всегда учи. В дороге, то есть когда едешь. А ведь это не трудно. Я еду. Спрашиваю, а как вы дорогой едете? Я разговариваю. Да никак. Ребенок просто спит. Едем в город, спрашиваю. Рано едем. А вы утром молились? Нет. А мы уже помолились. Давайте заново помолимся. И читаю все утренние правила. Переспроси. Это урок. Учи его. Тем более сегодня так легко. Кнопка вот эта нажми, все. Нажми. Записана вся Библия. Не упускайте ни одной минуты, чтобы ребенок просто так, где попало, не ходил. Давайте ему какое-то определенное задание, чтобы вещь им он мог отчитаться. Деревне легко. Напоить теленка, нарвать травы, дать курицам, выгулять собачку. Никакой обязанности у детей нечего. А потом вырастает, а он ничего не может делать. Пустите детей ко Христу. Это вся эта фраза в нашей жизни. Старозаконие 31.19. И напиши себе слова, песни сей. Господь говорит. И будет время, когда вы уточнете и будете служительным богам. Вот я вам дам жизнь хорошую, спокойную. И вы совсем отойдете, золото будете служить. Имение устроить, квартиры детям приобрести. Будете получать охота 2-3 высших образования. Никакого конца этому не будет. Ты получи одно образование. Я вспоминаю, с первого дня, как я обратился, я стал просить. Господи, дай мне такую работу, чтобы мозги мои были свободные. Чтобы я работал руками, а голова была свободной. Чтобы я что-то запоминать мог. Иду на работу, карманы забью. Местами писания. Это за день я должен заучить. Приучите детей, чтобы каждый день они заучили один стих. Один стих, это 3-4 строчки. Ребенку это нетрудно. Спрашивает в деревне, кому вы даете задание заучить? Ни одного не нашел. Вообще нет. То есть никак не занимается. Они как Христу детей-то не пускают родителей. Пошел в школу, 3 поклона, к отцу обратись к матери, благословите меня. Пришел, снова помолился. У меня все в порядке, пришел, замечание нет, покажи, какой дневник. Когда пишут о Бульянове, он идет домой, говорит, шел мальчишка, еще в стене шел и кричал, математика 5, русский язык 5, пение 5. Дядь очеканил, а это что он тебе скажется? И ты вечером снова проверь, какое местописание, а потом порассуждай. Такой труд ты вложишь, за это получишь награду. И 27 стих, Тарзакония 31 глава. Но вы были упорны, когда я живу с вами. Тем более, вы будете упорными после моей смерти. Я как просчитал так. Нам неоднократно говорят, а что будет с потеряемкой, вас батюшки не будет, а это от стих беру. Да при чем тут я и батюшка? Да вы сами-то ведь, ну начинаете же занимать. Одно слово не так уже все, то собираюсь и уезжаю куда, то еще что-нибудь. Да какая же это вера? А если у тебя есть цель, ты что угодно в препятствии какие преодолеешь, должна быть цель. Я хочу похвалиться моим Господом. Вы знаете, что у меня минимальнейшая пенсия, у меня ничего нет. И в мае месяце обнаружилось, что у нас нету крестиного православия. Спрашивать нету. Потеряю, я тут сказал, кому давал на хранение. Все кончилось. Что делать? И сдать заново. Значит, нужно выпройти ошибки, да и сдадим ее по-другому. Сколько будет стоить? А денег-то ведь нет. И уже на этой неделе я получил практически 3000 экземпляров. А ведь деньги-то нужны. И деньги-то немалые нужны. Это время молились. Я просил вас, собирайте. За все время, за лето собрали 13 тысяч. Я сказал, кто что дал, на эти деньги наберите столько книг. Один экземпляр. Там 32 страницы светлых фотографий. 480 страниц. 120 рублей. Это третья часть стоимости. Но мне сообщили, что мне хотели помочь их за рубежом. Потерялись деньги. Делали запрос туда, пришел обратно. Пошел к главному банкиру. Нигде не знает, где деньги. И вдруг в четверг вечером 5 часов звонит. Почему? Это вы. А почему деньги не получаете? Какие деньги? Какую-то отдельную сберкасту на углу. Загнали эти деньги. И не полгода держали, пока я не приехал. Мне отдали. А на утро завтра рассчитываться. Я сходил в 5 вечера в банк. А в 8 утра уже привыкли деньги. Это Господь все делает. Я бы деньги допустил на другое. Да у меня батюшка просил. Там дела такие покупают. Деньги здесь. И я сразу доплатил более четверти миллиона. 260 тысяч. Сразу перевозил. Это чудо и чудес. Я прошу это принять как от Бога. Поблагодарить. Вы увидите какое чудное издание. Что Бог так слышит. Я просил от вас помощи-то нет. Вы бедные. Молитесь. Это общая молитва. Отвечено Богом. И как она чудно была отвечена. Я уже проходит 3 дня и не могу опомниться. Все получено. В лучшем виде. Люди берут в руки и смотрят. И в университете показал преподаватель. Это где так издают. В Барнауле так не издают. Такого здесь издательства нет. Так красочно. Такой высокий уровень фотографий. Бог. А это все. Это все для детей. Вы сегодня можете взять уже эти книги. И возблагодарить Бога. Полгода не прошло. Ну. Все уже у нас в руках. Даже мыслить об этом нельзя было. Мало того нашелся человек, который начал выправлять ошибки. И выправил не худо, не бедно 4300 ошибок. Ну. Там запятые. Это не смысловые. Все. А книги спрашивают и спрашивают. Из разных регионов. Книги работают. И кто говорит. А зачем они эти нужные книги? Проверь себя. Зачем ты эти слова говоришь? От того, что ты ничего не делаешь, не участвуешь в этом деле. А ты может быть давно участвуешь. И тебя Бог благословляет. Ты этого не знаешь. Ты участвуешь в молитве. Участвуешь, что поддерживаешь нас. Пустите детей к этому относятся. Через эти книги новые души приходят. Мы сегодня хотим, чтобы люди наши пошли к сектантам. Ибо наши люди там приглашенные были. Чтобы там возвестили слово истины. Матфея 28,19. И научите все народы. Все народы. Это означает и детей. С детьми нужно заниматься. И Господь возложил руки. Нам не запрещено дома молиться возлагать руки. Я говорю, в лагере у меня ребенок. Я его должен наказать. Он совершил преступление. Никто никогда наказание не веет. Зашли. Он осознает это. Я положил ему руки на голову и помолился. Он на следующий день меня отдельно увидел. Подошел и говорит, вы знаете, мне так легче стало. Хочу, чтобы еще обо мне помолились. Сладкость хочется. У тебя же родители есть. Да почему же они тебе руки-то на голову не положили? Ты слышишь, чтобы Господь положил руки. Это свое детище. Да ребенок стал показывать такие результаты. Я его на первое место поставил за все лето. По исправлению. Да он лицемер. Не сужу. Не знаю. Его пришлось на веревочке водить. Он склонный к побегу был. Я на следующий год еще приеду. Да я с братом еще приеду. Вот как. Оказалось безнадежно. И был ребятишек там на голубятнике, приезжих. А свой деревенский стоит. Хулиганист очень. А я тоже там не был. Как не был. Да я же всех ходил. А я не был. Первая мысль. Хулиган. Ему и показывать не надо. Вторая мысль. Как же ты можешь. Я его повел. А потом стал показывать по телевизору. На компьютере. Все эти игры. Ребенок мгновенно сразу показался с другой стороны. Я пошел к родителям. Ваш сын лжет на каждом шагу. И внезапно в нем я такое увидел. Вы разве этого не видите? Отец его наказывает. Порин полосатый как зебра. Врачи приехали, освоили у него крон запекшийся на стене. Это у вас так детей воспитывают. Я не против. Я по-другому сказал. Если этого ребенка не драть, он совсем никакой будет. Но ты не только бей его. И бить-то не надо ребенка. Ты сначала получи, да сам себя отдели. Ведь не всегда надо наказывать ребенка. Ты сначала ко Христу его приведи. Марка 9.17 Я привел тебя, сына моего, одержимого духом немым. Ко Христу ведите. Сын пьяница. Негодный человек совершенно. Молись. Признай себя виновным. Ты не привел его ко Христу. Христос силен был исправить его. И день и ночь повторяй эту молитву. В гибели сына. В его нерасположенности к Богу виновата я. Я могла раньше прийти к Богу. О, если бы повторить все сначала. Разве так теперь было? Вы наполните молитву слезами раскаяния. Не где-то. Не только за весь мир. Но за свою семью. Галатам 4.5 Дабы нам получить усыновление. Когда заботится бы на детях, тогда мы будем усыновлены сыном Божиим. И сами сынами Божиими наречены. 1-го. 1-го. 5-го. 8-го. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню праведности. И Бог, призывая к себе и нас, как детей неразумных, делает нас сынами дня. А отсюда вывод, кто не считает Библию, это сыны тьмы, сыны мрака и заблуждений. Пустите, мы читаем Иоиля 3.13. Он говорит, пусти в действие серп, ибо созрело все, и подточили, переливаются, ибо злоба их велика. Слово пустите, это и хорошее значение имеет, и другое. Когда детей не пускают к Богу, не приводят, Господь говорит, спустите в сердце смерти. Ибо злоба этих людей велика, они злятся на детей. Они их убивают в утробе. Они не допускают их до Бога. А в этом виноваты в первую очередь родители и священники. И об этом тоже надо молиться. Чтобы священники не как крещение только гнали, а чтобы детям дали познание о Боге. И сектанты не просто водили на собрание, а были в церкви. Чтобы дети были истинно крещеные. Ибо крещение открывает вход в Царство Небесное. Аминь.